После уроков. Подкаст о дополнительном детском образовании. У микрофона Анастасия Луговкина. Здравствуйте! В эфире подкаст «После уроков», посвященный дополнительному детскому образованию. И сегодня мы поговорим о детской школе футбола «Футболика». О том, как проходит учебный процесс, о работе с детьми. Об этом и многом другом расскажет детский тренер Ангелина Дорохова. Ангелина, здравствуйте! Здравствуйте! Я посмотрела 113 филиалов в 61 городе страны. Да, очень большая связь. Да, это вообще громадная. Я даже не думала, что вот. А вот возникают ли сложности в работе с детьми? Я могу рассказать, например, девочек. Там это было всё гораздо лучше видно. Маленькие девочки, они очень многие, не все, конечно, но очень многие из них требуют внимания. Причём лично им уделять это внимание. Для них это очень важно. И есть те, кто просто привлекает к себе внимание какими-то хорошими действиями. Что-то они там сделали, и вот их нужно похвалить. Они такие, да, я забила гол, я там пробежала быстрее. И то есть особо на них обратили внимание. Есть те, которые привлекают к себе внимание за счёт слёз, за счёт каких-то капризов. Были такие случаи. Вот как раз-таки в Нижнем Новгороде была одна девочка. Она очень любила, когда ей уделяют внимание. И вот в этом и заключается сложность, потому что очень тяжело, когда у тебя в группе 10, а то и больше человек. И кто-то требует ещё к себе внимания индивидуального. И невозможно уделить внимание всем и каждому. И приходится либо кого-то выключать, то есть таких детей отправлять к родителям. Или как-то с ними проговаривать этот момент, что либо ты с нами вместе занимаешься, либо иди к родителям. Потому что невозможно каждого успокаивать всю тренировку. И вот это тоже очень тяжело. И когда я только начинала тренировать, для меня это было тяжело в моральном плане. Потому что мне хотелось, чтобы вот каждый ребёнок был рад, ему всё нравилось. Но потом я поняла, что просто так не получится. Потому что либо ты отвлекаешься на вот этих вот определённых детей, которые требуют внимания, плачут, там стучат ногами. Просто из-за того, что ты там не им сейчас что-то сказал, а кому-то другому. Ну, либо ты выключаешься полностью из тренировочного процесса и только с ними взаимодействуешь, либо ты взаимодействуешь со всеми, но меньше уделяешь внимания им. Вот это самое сложное для меня было. А вот есть ли у вас для таких вот детей группы индивидуальной работы, да? Либо мини-группы вот таких проблемных детей, ну так скажем, да? Чтобы как-то больше внимания уделять. В футболике есть индивидуальные тренировки, да, но это для детей, которые вот хотят больше чему-то научиться. То есть кто-то там хочет научиться бить по воротам, у него не получается. Но опять же, во время тренировки ты не сможешь выделить просто хотя бы 10 минут этому ребёнку, потому что это уже много у тренировочного процесса. И проработает там с ним удар. Именно поэтому, да, такие дети, которые хотят больше знать, больше уметь, они приходят на индивидуальные тренировки, да. А вообще в идеальном варианте надо совмещать, да, наверное, и групповые, и индивидуальные занятия, ну чтобы вообще добиться успехов, если, например, ребёнок хочет потом развиваться в этой сфере, там, пойти в спортивную школу. Ну если профессионально, то мне кажется, да, но есть такие дети, которые успевают, грубо говоря, за всеми. То есть им не нужны индивидуальные тренировки, им, в принципе, хватает тех, которые у них есть. И для своего развития они вполне себе успевают. А сколько по времени длится тренировка? Час. И вы успеваете за это время и упражнения какие-то сделать, да? Да, это тоже очень важно, учитывать время, потому что нельзя ничего отнять, нельзя отнять и игру, нельзя и долго останавливать, задерживать детей, потому что тоже теряется концентрация, и упускается в это время, потом начинается какая-то суматоха, быстрее-быстрее всё успеть. Но час – это самое оптимальное время для детей такого возраста, потому что больше им, в принципе, и не надо. А с детьми постарше, там, они уже дольше занимаются или тоже? Нет, у нас каждая группа тоже занимается по часу. Ну у вас такие они насыщенные, да, там, без паузы? Ну, конечно, паузы есть, там, попить, перевести дыхание, но так, да, упражнения за упражнением и игра. А, кстати, вот у вас отдельно девочки занимаются, отдельно мальчики или смешанные команды? Есть смешанные команды, да, то есть у нас есть одна группа. Вот эти маленькие, да, они смешанные? Да, 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 есть одна группа, куда там девочка одна приходит заниматься. Ну их, конечно, немного девочек, потому что они всё-таки в других командах уже больше, которые именно женские, там, для маленьких девочек, либо профессиональные какие-то школы. Ну то есть им это всё-таки интереснее, они любят взаимодействовать в женском таком коллективе. И по наблюдениям лично могу сказать, что девочки больше заинтересованы в игровом процессе, в тренировочном процессе, чем мальчики. С чем это связано? Не знаю, наверное, с тем, что девочкам никто не прививает с детства, что футбол это для них, что они, в принципе, там могут вырасти и быть профессиональными футболистками. Им никто даже об этом не говорит. То есть все говорят, что ты можешь танцевать, ты можешь петь, ты там можешь на фортепиано играть, но никто не говорит, ты можешь футболом заниматься. Это очень странно, к сожалению, наверное. И, наверное, поэтому для них это очень интересно, потому что были у нас девочки такие, особенно младшего возраста, они приходили на тренировки, рассказывали, что они играют с мальчиками во дворе. И когда они чему-то учились новому на тренировках, они потом приходили во двор, показывали это мальчикам, и потом на следующую тренировку приходили и говорили, вот, я мальчикам показала, как я могу там, как я могу теперь голы забивать. Я вот раньше не умела, сейчас я умею голы забивать. Я им показала, они такие, ты что, футболом занимаешься? Я говорю, да. То есть для них это такая гордость, для них это непривычно, и именно поэтому интереснее. Они очень вовлечены в этот тренировочный процесс, и девочки, они способны концентрироваться гораздо дольше, чем мальчики. А вот почему так происходит? Вот мальчики, они более рассеянные на занятиях? Вот как они? Отвлекаются там или что? Да, мальчики, они более рассеянные. Это, ну, зависит, наверное, от какого-то физического, психологического роста. Всё-таки девочки в этом плане, они поспокойнее, они повнимательнее. Мальчики, вот, им нужно побаловаться, им нужно туда-сюда. Они не все, конечно. Есть и девочки, которые там, ого-го. Но в основном, так вот, из личных наблюдений, да, девочки внимательнее. А вот если говорить про профессиональный вид спорта, футбол, это всё равно считается мужским видом спорта. У нас женские команды, они, по-моему, не выступают на Олимпиадах. Сейчас уже на профессиональном уровне, особенно на европейском уровне, футбол давно не считается мужским видом спорта, потому что женский футбол настолько развили сейчас, настолько много возможностей у девушек играть профессионально. И я не скажу, что эти возможности гораздо хуже там, чем у мужских команд. Но, конечно же, да, больше внимания уделяют мужскому футболу, всё-таки делают акцент на этом. Но очень многие сейчас вкладываются именно в развитие женского футбола. Это модно, можно сказать так. Ну и актуально в нынешнее время. У нас очень много профессиональных команд. У нас есть и сборная России по футболу, и сборная России по мини-футболу. В Санкт-Петербурге есть две профессиональные команды по большому футболу. Это «Зенит», и по мини-футболу это «Аврора». То есть на своём уровне, но играют. И сейчас хорошо очень развивается женский футбол. Вот если вы говорите, что девочки более сконцентрированы на футболе, то можем ли вы сказать, что когда они вырастают, то тоже они могут больших успехов добиться, чем мужские команды в футболе? Есть такая фраза про мальчика в футболе. Они родились с мячом в ногах. Ну то есть для мальчиков это привычно. Мальчики, они более техничные, они более быстрые, они сильнее всё-таки в этом плане. И по мячу могут ударить сильнее, и как-то в борьбе тоже не уступают. Девочки, они концентрированные, они внимательные, они долго ко всему подходят. Но всё-таки, конечно, им не хватает физических данных. И для девочек развивать физические качества гораздо важнее, чем для мальчиков. Потому что, скажем так, для мальчиков это всё, ну вот уже заложено природой. А для девочек нужно над этим работать всё больше и больше. Поэтому не могу сказать, что кто-то может добиться каких-то больших успехов, кто-то меньших, потому что это всё-таки зависит от определённых качеств, определённых навыков. И от каждого человека индивидуально это всё абсолютно. И поэтому в нынешних условиях успеха может добиться абсолютно любой. Главное то, к чему ты стремишься, как ты всё это делаешь, как ты относишься к тренировочному процессу, как ты обращаешь внимание на своё развитие. А вот мы поговорили уже, что в школе футбола авторская методика, да? А то, что когда вы учились, была другая методика. А в чём всё-таки различие? Это была какая-то устаревшая методика, по которой вы учились? Вот в чём отличие? Методика, которая была раньше, всё-таки это был именно вот прям профессиональный футбол. То есть упражнения, игра и всё на вовлечение детей в тренировочный процесс. Но никто особо не уделял внимания именно психологическому развитию детей. То есть старая школа, тренеры старой закалки – это те тренеры, которые так, давай, к чему ты не бежишь, ты что, встал, беги? И вот они кричат со скамейки запасных, они ругаются, и эмоции берут вверх. А сейчас это всё-таки уже уходит немножечко на задний план, и вперёд выходит вот это вот психологическое самодействие с детьми и создание комфортной обстановки. То есть такие более мягкие условия? Да, лояльные, да. А как вы думаете, в таких условиях возможно ли воспитать спортсмена? Ну, то есть если без вот такой вот дисциплины строжайшей, вот как раньше, как там советская вот эта школа наша, тренерская. Дисциплина, она должна быть в любом случае, но должна ли она быть такой, как в СССР? Не знаю, это вопрос. Всё-таки не видела того, что там происходило, и как это всё воспитывалось в детях. Но в нынешних условиях, в нынешней обстановке можно, конечно, воспитать спортсмена, и без криков, без ругательств в вполне приятной обстановке, в комфортном общении, взаимодействии с ребёнком. Самое главное – это контакт и желание ребёнка. И этого, в принципе, будет достаточно. Не обязательно орать, не обязательно давать какие-то жёсткие установки, не обязательно заставлять ребёнка бегать, если он провинился до конца тренировки. Всё-таки где-то общение и взаимодействие с ребёнком гораздо лучше, чем наказать его там и заставить его бегать по всей площадке до конца тренировки. А если так, и ругаться с детьми, они, наверное, и вообще не будут, да? Да, конечно, у них и пропадёт желание, они не поймут вообще, зачем им приходить на тренировку. Они вот ходят в школу, там на них ругаются учителя, они приходят на тренировку, тут на них тренер орёт. Вообще, куда им прийти, чтобы на них никто не орал, чтобы они смогли там спокойно пообщаться, смогли спокойно заниматься тем, что им нравится. И если воспитывать детей в такой благоприятной атмосфере, то есть создавать им вот эту вот любовь, взаимодействие с ними, комфортное общение, им, конечно же, тоже гораздо интереснее. Они приходят с восторгом на тренировку, они приходят сюда отдохнуть, они знают, что никто здесь не будет на них орать, никто не будет как-то эмоции свои выплёскивать на них. Ну, то есть они пришли в комфортную для себя среду, и это важно, потому что всё-таки очень многие дети уходят из спорта в маленьком возрасте ещё из-за того, что вот такое психологическое давление на них оказывается, и детям очень сложно это воспринимать. Вот эта, кстати, проблема, она и вообще в образовательных школах есть, да, то, что некоторые дети, они не хотят учиться, да, или из-под палки учатся. Вот как раз комфортная среда, она вообще играет колоссальное значение в образовательном процессе в том числе. Да, это правда. К сожалению, пока мы ещё, пока ещё на пути к изменению, но вот надеюсь, что наконец-таки это все осознают. Всё, эта старая закалка пройдёт. Ну да, поймут, что и дети будут с радостью вообще в школу ходить, что большой редкостью сейчас является. А вот есть у вас какие-то критерии отбора детей, которые приходят к вам? Или вы абсолютно любого берёте, если у него есть такое желание прям заниматься? Или всё-таки важно спортивное тело или что-то вот какие-то вот? Нет, у нас такого нет. Это всё-таки профессиональные команды, которые уже прям отбирают детей для профессионального занятия спортом, турниров и всего такого, для карьеры футбольной. У нас могут заниматься абсолютно все. Главное, чтобы было желание и стремление. Неважно, быстро ты бегаешь, медленно, как ты пинаешь мяч или вообще не умеешь с ним работать. То есть всему абсолютно можно научиться. Главное желание, конечно же, у кого-то это будет долгий процесс, у кого-то он будет чуть быстрее. Но в любом случае каждый к этому придёт. Но это дети, они же не могут прийти сразу подготовленные. Поэтому, да, самое главное желание. А у вас ещё написано, что более ста упражнений с разными уровнями сложностями. Это зависит уже от возраста, да? То есть там уровень сложности упражнений, он увеличивается, да, с возрастом ребёнка. Да, ну вот как я уже и говорила про вот эту методику ребёнок плюс мяч, ребёнок плюс мяч плюс ворота и так далее. Упражнение по сложности зависит тоже от уровня психологической, физической подготовки как всей группы, так и индивидуально каждого ребёнка. То есть непосредственно сложность упражнения возрастает с возрастом детей и с их уровнем подготовки. То есть если это дети младшего возраста, то у них просто какие-то лёгкие базовые упражнения на работу с мячом, на развитие личностных качеств. Если это взрослые уже, группа детей, то у них на совместное взаимодействие, работа в команде, это уже какие-то игровые моменты, игровые ситуации, какие-то перемещения, ну, больше приближены уже к игровым ситуациям, именно вот в больших группах, то есть в командах и какие-то передачи, то есть тактические больше упражнения. А вот что такое дневник футболиста у вас там написано? Футболиста, да, есть у нас такое. Это тоже какие-то критерии оценивания детей. То есть после каждой тренировки мы вклеиваем им наклейки, где написано там «хорошо», «молодец», «будь активнее», «ты можешь лучше» и всё такое. Для чего это нужно? Для того, чтобы у ребёнка тоже был какой-то стимул, то есть на этой тренировке ему наклеили там наклейку, что «ты можешь лучше», и на следующей тренировке он там уже придёт такой «так, у меня наклейка такая «можешь лучше», «мне нужна молодец» или «мне нужно там «отлично». И он вот старается, и они тоже с родителями обсуждают это вот, ну, как я сегодня потренировался, как со стороны, смотрят эти свои наклейки, им очень интересно, им когда отдаёшь дневники, они прям все открывают свои дневники, смотрят, какая же у меня там оценка сегодня, и потом стараются лучше. Плюс ещё у нас есть такой бонус, за определённое количество наклеек дают подарки, то есть это рюкзачки, это шапочки, это кружечки, разные там такие штучки интересные. Тоже дополнительное стимулирование. Не пропускать тренировки, да. А эти оценки, они по цветам разные, да, получается? Нет, там просто написано именно словами, и футболисты нарисованы, но они вообще разные бывают. А есть такое, что там написано «плохо» или там что-то вот в этом роде? Или только там, что можешь лучше? Можешь лучше, да, будь активнее. Нет, плохо такого нет, вот именно какие-то стимулирующие. Да, я просто слышала, что на ребёнка вообще очень негативно влияет то, когда красной ручкой там перечёркивают, вот как в школах двойки, то есть чисто психологически это такой момент. Да, да. Лучше простимулировать ребёнка тем, что ты там на прошлой тренировке быстрее всё делал, сегодня там что-то как-то помедленнее, «Ну, ты же можешь быстрее, да? Ну, так и давай. Давай на следующей тренировке соберёмся и сделаем лучше». И это для него стимул, то есть ты его и не поругал, не сказал, что «да ты там вообще как ты сегодня бегал, что это такое с тобой», но и замотивировал его в то же время. А на занятиях вы тоже не ругаете? Ну, то есть тоже так стараетесь промотивировать, да, что вам давает лучше? Ты можешь? Промотивировать, конечно, какой смысл поругать ребёнка, он даже ничего не поймёт. Ну, то есть ты ему скажешь, «Ты сделал неправильно», так он, может быть, и не понял, как правильно. То есть лучше сказать ребёнку там, «Ну вот, не надо так, давай попробуем с тобой по-другому» и объяснить ему, почему не надо так. Потому что если ты просто скажешь ребёнку, «Так нельзя». Вот как родители говорят ребёнку, «Туда не лезь». И пока он туда не полезет, пока он в розетку в эту пальцу не засунет, и не поймёт, почему нельзя, он будет туда лезть. Но если ты ему скажешь, «Нельзя сувать пальцы в розетку, потому что тебя ударит током, тебе будет больно», он поймёт, «Ага, мне будет больно, значит, мне туда нельзя лезть». И здесь то же самое. Ты объясняешь ребёнку, почему не надо так делать, почему это нехорошо, чем это может плохим обернуться, или если он сделает по-другому, как это может повлиять на его там игру, на какую-то ситуацию, как это может улучшить этот момент. И он понимает. И ещё важно дать ребёнку попробовать. То есть предоставить ему выбор, предоставить ему принять решение самостоятельно. То есть вот попробуй сделать так. Он делает и спрашиваешь, «Лучше получилось?» Он говорит, «Да». Вот, значит, вот так вот лучше, чем так, как ты сделал. Всё, он понимает наглядно. Дети – это визуалы. Они не понимают… Они просто не понимают «нет». Да, они не понимают на слух. Надо объяснить. Да, зачем? Вот ты им говоришь «нет». Так а почему «нет»? Самый главный вопрос у всех детей – это «почему?». Ну, родители обычно не любят отвечать на этот вопрос, но тогда и дети не любят выполнять какие-то поручения родителей. Вот почему «нет», им это непонятно. Поэтому я считаю, что поругать ребёнка – это не то, что плохо, это просто не поможет ему. И родителю не поможет, и тренеру не поможет, и ребёнку тоже не поможет. А вот если объяснить, как можно по-другому, и почему «нет», то и ребёнок будет как-то развиваться. То есть у него включится мозговая активность. И особенно если подводить ребёнка к ответу на его вопрос «почему?» какими-то наводящими вопросами. То есть «а как ты думаешь?», а для чего вот это нужно? А почему вот здесь нужно вот так? У ребёнка включается мыслительный процесс, то есть он растёт в мозговом плане, в плане развития какого-то умственного, он начинает развиваться и думать сам. А если ты просто скажешь ребёнку «вот так и так надо», он не запомнит, он не поймёт это. А вот как вы, кстати, относитесь к такому методу? То, что некоторые родители говорят, что лучше пусть он ошибётся, сделает неправильно, но сам ребёнок поймёт, что он был неправ. Например, некоторые мамы, я знаю, они разрешают, ну пусть он упадёт, в следующий раз он не будет куда-то лезть, куда ему не нужно. А некоторые, наоборот, бегут, оберегают, чтобы он не упал. Как вы считаете, как более корректно или грамотно? Если это не доходит до абсурда, до какого-то, когда там пусть он делает, что хочет, уже упадёт, да, и ладно, сам поймёт. Нет, конечно, в таких моментах, когда вот ты говоришь ребёнку, ну не надо, он всё равно делает, то пусть он лучше попробует. Упадёт, ничего страшного с ними случится, он встанет, но он поймёт, что не надо больше туда лезть. И так во всех ситуациях, ну в разумном плане, конечно, я считаю, что это правильно, давать ребёнку принимать решения самостоятельно и давать ребёнку вот эту почву для размышления. То есть почему так нельзя, почему нужно по-другому, зачем мне вот это нужно делать и почему мне нельзя туда лезть. Это гораздо эффективнее. И тем самым у ребёнка к тебе доверие какое-то появляется. То есть ты не просто его поругал, а вот ты дал ему попробовать, он не плачет, не кричит, он попробовал, он понял, он ошибся, и он научился на своей ошибке. И вот с раннего детства, мне кажется, такое прививать полезно. Ну и ребёнок более самостоятельным становится, да? То есть когда он сам анализирует, а не когда ему навязывают родители, что вот так хорошо, а вот так плохо. Да, потому что потом может произойти какая-то подобная ситуация, но уже в другом возрасте, или, допустим, когда родителя рядом не будет, и он не будет знать, почему ему нужно сделать так, потому что ему никто не объяснил. Ну да, всё закладывается в детстве, и как раз, наверное, ваши занятия, они полезны тем, что можно развить, ну не только там навык игры в футбол, но и другие качества, да, в себе развить, что не менее важно, а вообще даже, может, даже они и первичны, чем, да, вот просто от футбола, да, поиграть, а вот какие-то коммуникации. А в каком возрасте уже ребёнок осознаёт, что есть не только он и мяч, а вот когда он уже начинает взаимодействовать с другими ребятами? Это от семи лет. У каждого, конечно, индивидуально, но в основном это от семи лет. Дети уже знают, что такое соперник, они понимают, что его нужно обыграть, кому можно давать мяч, кому не нужно давать мяч. У них начинается какое-то совместное взаимодействие, да, вот. А как вам может попасть ребёнок, то есть где родители могут посмотреть информацию? Посмотреть информацию можно в группе ВКонтакте, в нашей, также на официальном сайте футболика. Выбирайте свой город, ищите удобный вам филиал. В Санкт-Петербурге, допустим, их много. Так вообще, да, я посмотрела, 13 филиалов написано, да, и в 61 городе страны. Да, очень большая сеть. Да, уж, это вообще громадное. Даже получается вообще по всей стране. Да. Здорово. Вот поэтому выбирайте удобный для себя филиал, записывайтесь на пробные занятия. Пробные занятия у нас бесплатные, и потом уже решайте. Называется группа ВКонтакте? Футболика. А, так и называется, да, футболика? Да. Ну, лучше смотреть всё-таки на сайте, потому что ВКонтакте, в группе, они разбиты всё-таки на филиалы, и проще зайти на сайт в интернете, найти там номера именно нужных филиалов. А сайт тоже, да, футболика, да? Да, просто футболика. В интернете можно сразу найти. Я напомню, что сегодня мы поговорили о детской школе футбола, футболика. О том, как проходит учебный процесс, о работе с детьми. И сегодня в программе принимала участие детский тренер Ангелина Дорохова. Спасибо вам большое, что поделились своим опытом. Спасибо вам, что позвали. Было очень интересно, приятно поговорить. Приходите к нам заниматься. Да, спасибо. На этом наш подкаст на сегодня завершён. У микрофона была Анастасия Луговкина. До встречи в следующем выпуске. После уроков. Подкаст о дополнительном детском образовании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok